Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. ВВС с трудом зарабатывает очки в высшей хоккейной лиге. Не помогла закрепиться в середине турнирной таблицы и домашняя серия матчей. Из пяти игр пока только одна победа. С футбольным счетом 1-0 военные летчики заглушили пензенский дизель. А вот для победы над другими соперниками им не хватило всего лишь пару голов. Саров 1-2, Рязань и Воронежский Буран 4-5, разгромное поражение от питерского Динамо 1-8. Заканчивается домашняя серия сегодня. На льду Кристаллов в 20.00 ЦСКА ВВС принимает клуб «Сканева». Вторая команда ВХЛ. Самарцы на предпоследнем 26-м месте. В шестом матче чемпионат России в Звенигороде Тольяттинская Лада встречалась с подмосковной звездой и одержала трудовую победу. Хотя матч начался легко для автозаводчанок плюс пять в активе. Таймаут наставника звезды изменил сценарий поединка и к перерыву они вырвались вперед на два очка. Во втором тайме звезду потушил и галкипер Лады Анастасия Лагина. Она отразила 52% бросков по своим воротам. А в это время нападающие Лады Полина Видехина и Дарья Дмитриева забивали мячи один за другим. В итоге Тольяттинки победили 31-27 и остаются единоличными лидерами национального чемпионата Суперлиги. Велосипеды на консервацию в Самаре закрылся очередной летний велосезон. На последний любительский марафон приехали спортсмены не только областной столицы, но и Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Чапаевска. Маршрут, площадь славы, лесопарк Дубки. Там прошла эстафета. Лучшие и самые активные велосипедисты области по итогам сезона получили индивидуальные призы. В этом году в соревнованиях участвовало почти 2500 спортсменов-любителей. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!